Кто любит сладенькое? Это нам на ужин. На ужин, на ужин. Плохо тут кормят, ужасно. Все невкусно, все кошмарно. Опа, красота какая. Так, ну посмотрим, что у нас на гриле сегодня. А у нас сегодня на гриле жареный тунис. Кто любит рыбку, вот ее готовят. Спасибо. И отдел на улице с грилем, там рыбка тоже. При вас готовят. Hello. Вау. Yep. Или вот, например, плохо кормят. Очень плохо. Все невкусно, все такое мерзкое. Ай-яй-яй. Плохо в четвером звездочном отеле. Никогда сюда не приезжайте, будете голодным. И так был вот выбор хлебобулочных изделий, корма. Чтобы потом не говорили, что хлебом их не кормят. Это все-все-все хлеб. Фрукты. Это для тех, кто любит сладенькое. Ну, естественно, его забирают и приносят еще. Пройдемте по овощам. Салатики. Вот такие маринованные всякие там овощи, салатики. Рис, рогусь зеленого, картошка. Кушаные овощи. А вот, кстати, рыба еще можно будет взять. Запекан какой-то. Рис. Картошка. И здесь люля-кебаб. Два вида супчика. Вермишельковые, кстати, вкусные. Французский. На вид он вот такой. Светленький. Рис, кому надо. Жареные овощи. И сушеные. Полоколевуху. Полоколевуху. Не эту вроде бы. И сушеные овощи. Так, ну что, подведем итог по поводу нашего обеда. Так сказать, заключительный резюме. Если в целом брать, то, как вы, в принципе, видели, питание достаточно разнообразное. Ничего подобного, что там, это, кстати, у нас 4-х звездочный отель. Ничего подобного, что тут плохое какое-то питание. Я конкретно говорю, я конкретно говорю, Сибирь, аквапарк, резорт, по поводу жидкого. Кто любит жидкое, я, например, люблю, да. Супчики каждый день разные. Их два, бывает даже три. Есть вещи, которые повторяются изо дня в день. Это касается, там, сладкого, это может касаться овощей. Ну, в любом случае, каждый день, каждый день есть что-то новенькое. Вчера, например, из новенького, это была у нас индюшку запекали на гриле. Суши вчера были. Вкус не очень, кстати, у суши, у роллов. Что еще? Рыба разная бывает. Вчера тоже, там, вечером, по-моему, была рыба целиком запеченная. Ну, по большому счету, я могу сказать, сегодня йогурт я попробовал первый раз утром на завтрак. Кстати, кому-то нужно похмелиться с утра пораньше. И не втерпевать, что на завтрак алкоголь не дают. Ну, после 10 часов открываются пары на улице, и идите себе там похмеляйтесь, кому-то втерпевши. Вот. По поводу, кстати, баров на улице, алкоголь. Ну, да, пиво наливают, и вообще все наливают в маленькие стаканчики. Но никто не мешает вам принести свой стаканчик и попросить, чтобы налили вам в свой, кто-то, стакан больших объемов. Пиво. Ну, как по мне, нормальное пиво, ничего там страшного особого нет. Слабенькое, легенькое, нормальное пиво. Вполне можно пить. У нас, например, в Украине есть куча другого пива, которое продается в магазинах, который вообще пить невозможно. Честно говоря. Не самый плохой вариант египетское пиво. Ну, по крайней мере, опять же, в этом отеле. Сегодня, например, пиво наливали Хайникен фирменный. Очень вкусное. У нас я такого давно уже не пил. Крепкий алкогольный. Но мне больше всего нравится Red Label. По качеству и по вкусу абсолютно неплохое. Если брать водку, ну, конкретно здесь якобы Финляндия наливается. Почему якобы? Потому что на Финляндию она вообще не похожа. Даже на то, что у нас продается дома. И на вкус она очень противна. Это Финка. Вот. Ну, мы в основном пьем коктейли разнообразные. Опять же, по поводу коктейлей. Здесь не соблюдают рецептуру. Можешь попросить, одно тебе сделают другое. Ну, опять же, мы к этому не цепляемся. Проще сказать, там, One Cocktails или два коктейля попросить. Если вам мало наливают, говорите, там, Double Whisky или Double Gin, то есть двойной. И вам нальют больше. Что еще? Коктейли. Если вы себя нормально ведете и вежливо общаетесь с людьми, здравствуйте, до свидания, улыбаемся, спасибо, то вам будут делать такие коктейли, которые, в принципе, ну, у нас, например, дома очень дорого стоят. Вот. Мне буквально там позавчера делали коктейль. Опять же, ну, что самое интересное уже, ну, так, я с ними разнакомился немножко. Делали коктейль с... Там он был в пять слоев. Очень вкусный, очень интересный. Вот. Поэтому... А, ну, на пляже работает бар. Там можно брать пиццу, тоже пиво, тоже алкоголь. В общем, практически возле каждого бассейна есть бар. Там можно что-то выпить, и как алкогольное, так и безалкогольное. Завтрак, обед, ужин, понятное дело, поесть. На пляже работает бар. Там до пяти часов, по-моему, да, до пяти. Можно брать пиво, ну, все то, что я перечислил. Плюс из еды, там, салатики, пицца, в четыре часа мороженое. Вот. В принципе, тоже вкусное. Ну, и, наверное, все. Поэтому не стоит пугаться, не стоит опасаться, что здесь якобы там плохо кормят. Зависит очень много от отеля. Ну, и от вашего желания, наверное, найти что-то для себя вкусное, что-то интересное. Вот. И пробовать разное. Потому что, как я сегодня говорил, уже в другом сюжете. Ну, блин, если, ну, как я говорил сегодня уже в другом сюжете, если сидели наши соседи из ближнего зарубежья, и одна там жаловалась, что кормят плохо, из еды только вермишель и картошка. Ну, блин, это неправда. Вы сами видели, что здесь, в принципе, дают. На этом обзор, наверное, еды в этом отеле заканчиваем. И приступаем к следующему обзору.